Привет! Я Арсений Михальченко. Сегодня мы с Фотон Фотоновичем продолжаем изучать устройства зеркальной фотокамеры. Наша тема — фокусировка. Если вы недавно стали снимать вашей зеркальной камерой, то, должно быть, вы уже столкнулись с тем, что ваши снимки получаются не такими, какими вы их хотели видеть. То, что должно было быть резким, стало размытым. И наоборот. Всё дело в фокусировке. Что же это такое? Фокусировка — это наведение резкости на объекте съёмки. То есть выбор такой точки кадра, где объект будет наиболее резким. Наши глаза делают это постоянно и очень быстро. Мы можем переключиться с ближнего объекта на дальний практически мгновенно. Но для того, чтобы управлять фокусировкой вашей камеры, придётся приложить время и силы. Существует два вида фокусировки — автоматическая и ручная. Вы можете выбрать между ними переключателем на объективе. При ручной фокусировке фотограф сам вращает фокусировочное кольцо и отслеживает расстояние до точки фокуса в видоискателе. В автоматической фокусировке фотоаппарат сам фокусируется на объекте, согласно своим соображениям или по вашей подсказке. Автоматическая фокусировка несравнимо быстрее и удобнее для фотографа. И её используют в большинстве случаев. Поэтому давайте начнём с неё. Как же фотоаппарат выбирает, на чём ему нужно сфокусироваться? Как он понимает, что должно быть резким в кадре? Благодаря сложному механизму, ваша камера выбирает поле резкости, руководствуясь контрастом, расстоянием до объекта и ещё рядом параметров. Посмотрите в видоискатель. Видите несколько отметок на пространстве кадра? Это и есть точки фокусировки. Как правило, чем камера дороже, тем этих точек больше, а значит автофокус будет работать более чётко. Вы можете выбрать полностью автоматическую фокусировку по всем точкам. Фокусировку по группе точек или фокусировку по одной точке. Полностью автоматический режим фокусировки рекомендуем использовать только когда у вас совершенно нет времени на фокусировку. Если же у вас есть чуть-чуть времени, то выбирайте фокусировку по центральной точке. В этом режиме вы можете сфокусироваться на главном объекте, а потом скомпоновать кадр. Научиться фокусироваться по центральной точке очень просто. Итак, по порядку. Выставляете центральную точку в меню фокусировки. Выбираете объект, на котором нужно сфокусироваться. Помещаете его в центр кадра, чтобы он попал в прицел центральной точки фокусировки. Наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, тем самым блокируя автофокус. Выстраивайте кадр. Не изменяйте расстояние до объекта, иначе фокус уйдет. Нажимаете кнопку спуска до конца. Готово! Главный объект в фотографии точно получится резким. Вы можете спросить, почему же мы сначала не можем выстроить кадр, а потом выбрать точку, на которой фотоаппарат может сфокусироваться. Во-первых, из-за особенностей системы автофокуса нецентральные точки хуже наводятся на резкость. Во-вторых, вы всегда контролируете центр видоискателя и всегда знаете, где он находится. Поэтому работать с центральной точкой быстрее и удобнее. Фокусировка по другим точкам может быть незаменима, например, при репортажной съемке с очень большой глубиной резкости, когда любое смещение камеры может вызвать изменение фокуса. Естественно, возникает вопрос, для чего же вообще нужна ручная фокусировка? Дело в том, что действительно, в большинстве случаев автофокус прекрасно справляется со своей задачей. Но есть целый ряд случаев, когда он не работает. Вот только несколько примеров. Фотоаппарат не всегда может правильно сфокусироваться в автоматическом режиме, когда слишком мало света. Поэтому если снимаете ночью, переходите в ручной режим. Если вы снимаете через стекло или через сетку, то приготовьтесь к тому, что камера выставит автофокус на них. Поэтому вам снова придется перейти в ручной режим. Часто фотоаппарат плохо фокусируется при съемке с близкого расстояния, поэтому при макросъемке или просто при съемке с очень близкого расстояния будьте готовы, что автофокус вам снова не поможет. Также автоматический фокус часто может вас подводить при съемке близких по цвету предметов или равномерной фактуры. В общем, когда автоматическая фокусировка не работает, не бойтесь перейти в ручной режим. Это только простые советы, чтобы начать получать хорошие резкие снимки уже сейчас. Научиться правильно фокусироваться почти всегда можно только на практике. Больше фотографируйте. С вами были Арсений Михальченко и Фотон Фотонович. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok